Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Всё больше задач, всё больше забот. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод. Кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь. С нами. Луганская, 59. Телефон 761-500. О, Таговый дом. Кировский кирпичный завод. Киров. Улица Луганская, 59. Уграян. 114-43-450-17-541. «Особое мнение» на 101-FM. В Кирове 13.06. И да, это программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей. Говорю, здравствуйте. Гостью нашей студии Яну Чеботарёву, юристу Яну Евгеньевичу. Добрый день. Да, добрый. Погода хорошая, добрый. Погода хорошая, хотя и осень. Но синоптики вроде бы обещают нам тёплый сентябрь. Посмотрим, что будет. Посмотрим, как у нас с погодой будет складываться и со всеми остальными вещами. Я напомню, что вопросы гостю нашей студии можно задавать через форму анонсов на нашем сайте. эхакирова.ру. Один вопрос у нас есть. Если сейчас компьютер наконец-то мне откроет наш сайт, вот, открыл, ура, вот, то я этот вопрос Яну Евгеньевичу задам. Ну и напоминаю, что аудио-видеозапись нашего эфира вы можете также найти на нашем сайте. эхакирова.ру. И там же доступны расшифровки особых мнений. Ну, может быть, не сразу после эфира, а там в течение дней-двух мы обычно стараемся расшифровывать. Так что, пожалуйста, заходите, смотрите, слушайте и читайте. Ну, давайте сразу с вопроса. Просто, чтобы эту тему снять, вы занимаетесь процессом по Александровскому костелу, да, скажем так, занимаетесь процессом, да, выступаете на стороне католической общины. И Олег Нелюбин, наш слушатель, спрашивает вас, зачем вы помогаете католикам отнимать у города органный зал? Это неправильно. Так, такая длинная, длинная такая пауза. Махаторская. Я не отнимаю у города органный зал, я просто помогаю гражданам Российской Федерации реализовывать то право, которое законом им предоставлено. Когда у города таким же путем во исполнение этого же закона отнимали, заковучим это слово, планетарий, почему-то никто особо не возражал и не возмущался. Я напомню, это церковь Иоанна Претеча. Да, Иоанна Претеча в настоящий момент возвращена русской православной церкви. Я считаю, что одинаковые права должны быть что у мусульман, что у иудеев, что у католиков, что у православных. Если закон предусматривает необходимость возврата имущества религиозного назначения, значит, любая церковь, с учетом, конечно, конфессиональной принадлежности этого имущества, имеет право написать заявление и получить это имущество, использовать его в своих целях окормления верующих. Ну, давайте напомним еще, что католическая это ведь община не заставляет переносить орган, передвигать и готова каким-то образом продолжать соседствовать в здании Александровского костела с Министерством культуры. Да, вопрос здесь не ставится. На самом деле, вы знаете, вот сейчас процесс идет, уже третье заседание сегодня будет. И я к удивлению своему, хотя, конечно, я подобного рода ситуацию отцу Джегошу предсказывал, все больше и больше склоняюсь к мысли, что слишком мало католики попросили. Им сейчас в вину ставится, что они не просят это помещение, это здание в собственности. Говорят о том, что вот в собственности вы имели бы возможность это получить, а вот в пользовании никак нельзя. Почему? Ну, на мой взгляд, конечно, тут некоторое лукавство имеет место быть. Мне, как юристу, безусловно, было бы проще участвовать в этом процессе, если бы все было абсолютно просто, по закону, в собственность, сразу, прямые нормы и прочие вещи. А католики просят отдать безвозмездное пользование? Безвозмездное пользование, да. На 49 лет, по-моему, да? Причем не все даже здание, они готовы сохранить там орган, они готовы часть помещения оставить непосредственно в использовании филармонии. На пристройку эту они не претендуют, хотя с точки зрения закона они имели бы право и имеют, на мой взгляд, право потребовать передать им все здание вместе с вот этой пристройкой, которую в 90-е годы тогда еще администрация Кировской области в ходе так называемой реконструкции этого памятника истории архитектуры и соорудила. Где гардероб находится. Где гардероб, да, там туалетные узлы и подземный переход непосредственно в сам органный зал. Я правильно понимаю, что в заседании пока вот вы документами обмениваетесь, условно говоря, с противной стороной? Вообще арбитражный процесс, штука весьма своеобразная, она не настолько может быть красочная и декоративная, более деловая. Обмениваемся документами, суд выслушивает позиции сторон, заявляется ходатайство, рассматривается ходатайство, ставятся вопросы применительно, например, к статусу памятника регионального значения, обсуждается вопрос привлечения департамента Министерства культуры Кировской области, рассматривается вопрос наличия или отсутствия охранных обязательств. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию, связанную как раз с реконструкцией вот этого костела, которая была осуществлена уже тогда, когда костел был признан памятником и фактически под видом реставрации была проведена реконструкция в виде сооружения вот этой же подземной пристройки и отдельного входа. Вот, в общем, работы много, но перспективы, я считаю, неплохие. А когда уже вот в более живой, скажем так, формат войдет? Более живой формат? Или не будет такого в арбитраже? Ну, на самом деле, более живой формат происходит тогда, когда стороны выступают в прениях, то есть тогда, когда уже... Это уже финал практически? Фактически, да. То есть когда уже представлены все необходимые доказательства, которые стороны хотели представить и смогли представить, тогда, когда стороны зачастую эмоционально, но тем не менее выступают, обобщая свою позицию, пытаясь как-то аргументированно убедить суд в верности именно своей позиции и опровергая, соответственно, доводы и тезисы своих оппонентов. Ну, вот это может быть, да, более похоже на телевизионное восприятие часа суда и прочее, прочее. Судебных процессов. Ну, ладно, что уж сразу час суда. Вот мы смотрим некоторые западные сериалы, между прочим. Я просто очень часто сталкиваюсь, что в основной массе своих граждан понимают судебный процесс именно исходя из популярных телевизионных передач. А там, да, там, конечно, все по-другому. Ну, по срокам-то когда это будет? Примерно хотя бы. Ну, я думаю, что месяца два еще у нас это займет. То есть до Нового года уложится суд? Я думаю, да, успеем. Хорошо, заседания открыты, на них можно приходить и присутствовать. Пожалуйста, пожалуйста. Были, да, уже на прошлом заседании приходили слушатели, причем абсолютно сторонние слушатели Эха Москвы, которые подчеркнули информацию о процессе средств массовой информации. Сегодня в три? Сегодня в три, да, я думаю, тоже придет кто-нибудь. Хорошо. Ну, в общем, держите в курсе. Яна Чеботарев, юрист в нашей студии. Программа «Особое мнение» продолжается. Я думаю, что мы сейчас тему одну заявим, да, уйдем на небольшой перерыв и после него выслушаем ответ Яны Евгеньевича. Министерство строительства региональное сообщает нам о том, что принято решение изменить нормы градостроительства. При проектировании новых жилых домов в Кировской области архитекторы отныне должны будут предусматривать минимум одно машинное место на квартиру. 40% машинных мест должны располагаться на земле. 60% допускается – это вот подземный паркинг. Я так понимаю, что это дополнительные какие-то квадратные метры, соответственно, дополнительные затраты для покупателей. Плюс нужны будут гостевые парковки, ну, в зависимости от того, сколько там офисных или торговых помещений будет располагаться на первых этажах жилых домов. Я бы попросила вас оценить вообще своевременность вот этой нормы, да, предлагай ему, вот, и как это скажется на строителях, на застройщиках и на покупателях жилья. Верная норма? Я думаю, да. Хорошо. Давно пора. Ян Чеботарев, сейчас мы вернемся и более подробно обсудим перерыв. Особое мнение на 101FM Ян Чеботарев, юрист в нашей студии, напоминаю, ну, вот, пришло время выслушать ответ. Новая строительная норма – одна квартира, одна парковка. Ну, Аня, мы же все с вами кировчане, во всяком случае, многие из нас автомобилисты. Мы ездим по городу Кирову регулярно и видим о том, что с каждым годом все, большую и большую остроту приобретает проблема нехватки парковочных мест, не только в центре города Кирова, но даже и на окраинах растут шлагбаумы. И даже в новых микрорайонах, которые, по идее, должны уже закладываться с учетом того, что почти у каждого человека в этом городе есть машины. Ну, на самом деле, нормы и правила градостроительного проектирования давно предусматривали определенное количество парковочных мест. Другой вопрос, что они предусматривали эти нормы, количество парковочных мест не в зависимости от количества квартир, а в зависимости от квадратных метров построенного жилья. Сейчас, с учетом того, что у нас предусмотрено на одну квартиру одно парковочное место, как вы сказали, ну, вводиться в эксплуатацию парковок должно больше. Если, конечно, эти нормы будут надлежащим образом исполняться. В каждом законе, в каждом правиле всегда можно найти и придумать массу лазеек, и как будет относиться городская администрация к подобного рода ухищрениям. Будут ли возможны какие-то отступления от этих норм являться препятствием для ввода готового объекта в эксплуатацию? Ну, посмотрим. Я считаю, что проблема назрела, ее следует решать. То есть решение правильное, своевременное? Ну, более того, я бы, наверное, даже более жесткую политику в этой части видел, начиная с возможного ограничения доступа частного автотранспорта в историческую часть города Кирова, либо введения какой-то платы за парковку в исторической части города Кирова. Потому что, на самом деле, я очень часто, вот вся моя фактически сознательная жизнь, как минимум, как юриста, проходит именно в исторической части города. Припарковаться бывает очень... От Карла Маркса в сторону реки. Да, очень проблемно. Ну, у нас в основном именно там находятся все государственные учреждения. Припарковаться бывает весьма проблематично. Весьма проблематично. Я был бы, например, готов покупать раз в месяц какой-то пропуск, проплачивать его, с тем, чтобы иметь возможность спокойно оставлять машину, а не бежать, например, до суда полтора-два квартала. Разумная, на ваш взгляд, стоимость такого абонемента это сколько? Машина все-таки это роскошь в условиях города. А если это маленькая машина, дешевая машина просто? Любая машина в условиях города это роскошь. Вот я, например, живу за городом. Для меня машина для того, чтобы доехать до города, это необходимость. Передвигаясь по городу в рабочее время, я экономлю, собственно, рабочее время. Я готов подобного рода привилегию оплачивать. В каком размере? Большинство, ну, тысяча рублей, например, меня бы не смутило. В месяц? Да. Значит, большинство населения, кто работает и живет в городе Кирове, честно скажу, я не вполне понимаю, в чем функциональное назначение автомашины. Например, для того, чтобы с юго-западного района доехать до этой же исторической части города, бросить на 8 часов эту машину там, отработать рабочий день в офисе, потом сесть на эту машину, через все пробки проехать назад в юго-запад и оставить машину там. Некоторые поздно возвращаются, я понимаю. Транспорт не работает. Нет, это понятно. То есть в этой части всегда есть извинительные причины определенные. Безусловно, есть ночные смены, вечерние смены, как угодно. Тысячи рублей в месяц? Просто, ну, еще раз, я не говорю о том, что это оптимальная цена, упаси Боже. Я бы лично был бы готов. Если человек, например, пользуется менее активно транспортным средством, ну, естественно, что можно предусмотреть и более щадящий льготный тариф. Во всяком случае, именно по этому пути пошли все крупные города, где подобная проблема стоит гораздо острее, чем у нас даже. Я думаю, что и Киров здесь с течением времени придет ровно к этому же самому. Возвращаясь к жилым домам строителей, вы тоже прокомментировали историю с машинным местом на квартиру. Дмитрий Сергеев, гендиректор фирмы «Маяковская», депутат ЗАГС Собрания, предрекает в таком случае рост цен на жилье. Вот как будто сейчас нету роста цен на жилье. Нету. Ну, если есть, то очень незначительный. Я понимаю. Просто если сравнивать, например, с 2001-2002 годом, вы увидите, что цены все-таки растут. Разумеется, это правда. Но вот смотрите, тут же история с квадратными метрами. Ну, не у всех все-таки жителей новостройки будут свои автомобили. Может быть, не совсем справедливо просто заставлять повышенную цену за квадрат платить тех людей, которые без машины. Речь ведь не идет о том, что человека заставляют приобретать квартиру вместе с машинным местом. Строители, когда закладывают дом... Ну, они же закладывают это все, конечно. Аня, вот в доме, где работаю я, есть достаточно большой подземный паркинг. И там масса свободных мест, которые строители, которые строили дом, не могут реализовать, продать, нету спроса. Ну, в данном случае вполне допускаю о том, что можно найти какой-то более оптимальный способ хозяйствования. Если человек, например, не готов покупать в собственности это машинное место, можно сдать его в аренду. Здесь каждый застройщик будет искать варианты для себя. А если никто квартиру с машинным местом, например, не покупает в силу дороговизны цены или еще по каким-то причинам, ну, это означает, что можно и нужно продавать квартиру отдельно, а машинное место отдельно. Но, тем не менее, предусматривать возможность парковки все равно необходимо. Потому что сейчас все машины в основном у нас хранятся во дворах. Мы все прекрасно знаем, что зимой город сталкивается с регулярными трудностями по очистке снега. Не только из-за безалаберности коммунальных служб, но и из-за очень странного отношения к этой проблеме со стороны достаточно многих автовладельцев. В общем, за подземными парковками будущее. Другого варианта нет. В аренду. Ян Чеботарев, ну, еще одна городская тема, которую, конечно, не могу не затронуть, это история с мусором, так называемый мусорный коллапс. Мы его обсуждаем. Он то обостряется, то, скажем так, более-менее приходит в нормальное состояние. Это я сейчас про центр города говорю. Но, тем не менее, я думаю, каждый уже наблюдает там на протяжении нескольких месяцев. Если мусорных баков и не стало меньше, то возле них кучи как минимум растут быстрее. Ну, их стало меньше, реально стало меньше. Эксперты объясняют тем, что вывозится реже, потому что управляющие компании не оплачивают. Там сократили количество рейсов и прочее, прочее, прочее. Мы все знаем, что у нас грядет мусорная реформа. Управляющие компании, как я понимаю, не заинтересованы в том, чтобы содержать контейнерные площадки, потому что пока непонятно, как они будут с января работать с новым региональным оператором Купритом. Что происходит на ваших глазах, я бы сказала? Ну, свалки растут. За городом что происходит? И в городе свалки растут, и за городом свалки растут. Стоит жалкий, например, один контейнер. Он регулярно полный, и рядом с ним постепенно-постепенно нарастают огромные кучи этого мусора, которые управляющая компания не торопится вывозить, резонно полагая о том, что жильцы подобного рода услугу не оплачивают. Как это не оплачивают? У нас заложено это все в графе, ремонт, по-моему, текущий ремонт и содержание жилья. Все заложено. Яна Евгеньевича. Нет. Вот тут есть, сейчас я объясню, вот тут есть хитрость. Вот скажите, вот смотрите, вот я являюсь собственником квартиры в городе Кирове. У меня в собственности есть офис. Я плачу за вывоз мусора в квартире, где я реально не проживаю. Я плачу за вывоз мусора в офисе, где я тоже не проживаю. Реально я живу за городом, где никакого договора на вывозку мусора у меня нет. Я свой, простите, мусор настоящий, который я произвожу, как все нормальные люди, я вожу на работу и выбрасываю в этот же точно контейнер. Я прекрасно вижу и постоянно вижу, что все дачники, которые летом, например, живут за городом, часто приезжают, они не имеют возможности выбросить мусор куда-то. Они видят ближайший мусорный бак и сбрасывают весь мусор, который производят у себя на дачах, туда. Это примительно к дачникам. То есть не все такие сознательные, не все везут в свой контейнер, условно. Да, возникает вопрос, что как управляющая компания сталкивается с ситуацией, что, например, в жилом доме, где по нормативам положен один, например, мусорный бак, за день мусор раскапливается многократно больше, чем этот жилой дом, по большому счету, может произвести. Подождите, но я вот не понимаю одного. Ничего же не изменилось. То есть не выросло вокруг Кирова огромное количество дачных поселков за полгода. Не стало там меньше или больше контейнеров. Возле домов не стало больше или меньше контейнеров. То есть садоводы и в прошлом году возили свой мусор с дач и точно так же выбрасывали в ближайшие контейнеры. Но почему-то такого ужаса возле контейнеров не было. Стало меньше контейнеров. Утилизация твердых бытовых отходов выросла. У нас вблизи города Кирова один полигон Костинский. Причем он фактически находится в стадии закрытия. И поместить туда мусор возможно, но это стоит причем весьма дорого. Новый полигон, который планируется по направлению к Слободскому в Осинцах, пока не введен. Возникает вопрос, готовы ли граждане переплачивать за вывоз мусора. Управляющая компания за свой счет оказывать подобного рода услуги населению не хотят. Они просто сокращают количество контейнеров. И то, что работало полгода назад, год назад, два года назад и справлялось с потоком мусора, в настоящий момент уже не работает. Во многом из-за того, что система не отлажена, во многом за счет того, что у нас мусор нераздельно собирается. Хотя, честно, я очень удивлюсь, если узнаю о том, что где-то действительно в Российской Федерации активно утилизируется или перерабатывается различного рода мусор. Отдельно его, может быть, собирают, а вот как перерабатывают, я пока не знаю. Проблемы в городе Кирове я, во всяком случае, вижу как раз в нехватке вот этих мусорных полигонов, в неотработанности системы утилизации мусора. И, на мой взгляд, вот тоже определенная, собственно говоря, проблема есть. Как раз заключается в том, что у нас не проводится мониторинг мест для складирования, не определяются самые нагруженные площадки. И деньги взимаются с граждан безадресно. Просто человек зарегистрирован, например, в какой-то квартире, он платит деньги в управляющую компанию. Но никто не пытался проверить, достаточно ли этих денег или, быть может, их там, наоборот, слишком много. Может быть, где-то стоят два контейнера, достаточно один, а где-то стоит один, достаточно два. Я часто езжу по странам сопредельным, я вижу, как эта проблема решается там. Я вот видела, например, бачки с замочком мусорные. Есть бачки с замочком, да. Но, опять же, у нас же народ простой, бачок с замочком, что мешает в пакетике рядом положить. И вот кучка-то и вырастет. Значит, решается, я знаю, что в странах, например, Прибалтики, эта ситуация достаточно просто. Любой гражданин, проживающий на территории конкретного муниципального образования, платит деньги за утилизацию твердых бытовых отходов, но не в управляющую компанию. А в адрес муниципалитета и уже муниципальная служба осуществляет текущий мониторинг наличия, отсутствия подобного рода свалок, состояния всех этих бачков, контейнеров и так далее. Один центр финансовой ответственности существует. Вот у нас будет региональный оператор с января. Вот и посмотрим. Как он будет работать. Как он будет работать. Может быть, как раз это очень правильная идея. Во всяком случае, во всем мире, насколько я знаю, идут как раз по подобного рода пути. Не пытаются размазать эту проблему и возложить решение ее на плечи управляющих компаний, которых очень много и которые коммерческие. Их цель-то состоит не в обеспечении благоприятных условий для проживания кировчан, а в получении прибыли. Они, как правило, все ошки. Как раз вот эта функция достаточно важная, это функция муниципалитета. Но мне так кажется, что Куприт это тоже в некотором смысле предприятие, которое должно прибыль получать. И, наверное, за этим прежде всего идет, а не за тем, чтобы оказывать какую-то социальную услуг кировчанам. Безусловно, но как раз возможность зарабатывать денег обусловлена оказанием определенных важных социальных услуг населению. Ведь администрация города, этот региональный оператор, это привлекает не для того, чтобы он деньги заработал, а для того, чтобы он как раз занимался вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов. Он будет за это получать деньги в соответствии с тарифами, которые будут согласованы. К концу декабря, к середине декабря. Ну, я, честно говоря, надеюсь только на то, что, может быть, все-таки после части окриков, со стороны руководителя администрации городской, управляющие компании все-таки начнут шевелиться и что-то сделают. Хотя, вот моя, например, контейнерная площадка меня не вдохновляет, я бы так сказала, потому что мусор из бачков выброшен, а то, что вокруг накопилось, никто не вывозит. Никто не вывозит. Ну, это вопрос к управляющей компании. Просто здесь вывозка подобного рода мусора, она будет стоить дополнительных денег. Да, и сбор. И сбор. Это надо жильцам собираться, видимо, и каким-то образом что-то делать. Где-то, я знаю, камеры ставят с тем, чтобы не допустить складирования самовольной мусора. У нас пока, конечно, не поставили. Ян Чеботарев, юрист в нашей студии. У нас сейчас небольшая рекламная пауза и вернемся. Особое мнение на 101FM Ян Чеботарев, юрист. Мы возвращаемся к программе «Особое мнение». Напоминаю, что вопросы гостю все еще можно задавать на нашем сайте. Есть 15 минут. Пожалуйста, кто успеет, задавайте. Мы озвучим. Ну, давайте, Ян Евгеньевич, коротко к теме выборов все-таки. Неожиданностью для меня на самом деле стало неделю-две-три назад ваше участие живое в этих выборах. Вы внесли некий, я бы сказала, оживляж. Потому что пока ни шатка, ни валка эти выборы. Что в городскую думу идут, что в законодательное собрание два округа, там и там до выбора. 10 кандидатов там и там в общей сложности. И я так понимаю, что история с Альбертом Бекалюком, кандидатом от «Справедливой России», которого сняли с выборов. На прошлой неделе решился вопрос. Это та история, которую вы можете комментировать. Я бы просто просила вас допомнить о том, что у нас не день тишины, конечно, но тем не менее. Давайте мы так отвлечемся от коммунистов России, «Справедливой России», и просто поговорим о том, почему наши кандидаты, может быть, не всегда внимательно подходят к сбору документов. А вот это вопрос... Это стало причиной? Ну да, ну да. Вопрос на самом деле в вашей интересе, но не имеет на самом деле ответа, почему кандидаты невнимательно относятся к документам. Ну вот невнимательно относятся. Значит, я не знаю, на самом деле, что сподвигло одного из кандидатов обратиться с подобным роду иском в суд. Я лично человек аполитичный и не испытываю привязанности ни к одной из партий, которые в настоящий момент представлены на политической арене Российской Федерации. Значит, для меня это обычная работа. Тем не менее, я, честно скажу, с удивлением узнал, что вот столь гибкие позиции наших политиков, которые очень часто из одной партии переходят в другую, сопровождаются крайне невнимательным, на мой взгляд, отношением к надлежащему оформлению изменения политической ориентации, скажем. Но у нас часто ведь такие переходы бывают, да? Ну, это нормально, только дурак не меняет своего мнения, поэтому здесь меня это никоим образом не удивляет. Человек может и должен осуществлять для себя выбор, если тем более он действительно хочет заниматься политикой. Другой вопрос, что внимательность к подготовке документов, к изучению уставных материалов, к надлежащему оформлению входа-выхода из политической партии, ну, это, безусловно, крайне важно. Мне прискорбно бывает сталкиваться с ситуацией, когда люди действительно не знают и не понимают нормы действующего законодательства, хотя бы о том, как осуществляется судопроизводство в судах, что копия не является доказательством, что какие-то... Серьезно? Даже заверенные? Ну, что значит заверенные? Нотариусом? Ну, а если не нотариусом, а если председателем отделения какого-то партийного... Нет. Значит, была бы заверена нотариусом, ну, возможно, суд бы это рассматривал. Значит, а вот просто ксерокопия, непонятно, как изготовленная, откуда взятая, это не доказательство. Свидетельские показания с точки зрения этого же кодекса административного судопроизводства, зачастую это просто недопустимые доказательства. Есть факты и обстоятельства, которые могут быть доказаны только определенными средствами, в виде письменных документов, например, причем именно в оригинале. Когда вот я столкнулся с этой ситуацией, ну, на мой взгляд, некоторые недочеты и пробелы в юридических знаниях, конечно, здесь очень часто встречаются. Есть еще одна история, связанная с тем, что наш мир становится все более технологичным. Мне так кажется, что многие, наверное, будут прощаться с предыдущей, например, партийной своей функцией путем электронным. Написал электронное письмо в исполковом партии, я такой-то, такой-то хочу выйти. И ему пишут, ну, иди нафиг. Заверил электронной цифровой подписью или сложил на какой-то официальный сайт, произвел государственную регистрацию. Только так. Ну, на самом деле, вот пока у нас... Электронная переписка тоже не является доказательством. Электронная переписка — это не доказательство, ну, это доказательство, да, но это доказательство просто наличия электронной переписки. Она не доказывает факт подачи заявления, что это заявление изготовлено уполномоченным лицом. Кто мешает любому человеку создать массу аккаунтов, прилепить туда фотографии самых известных людей, политиков и прочее, прочее, и вести какую-то переписку, фейкуют их имени. Никто. Интернет все-таки большая помойка. И действующее право России предусматривает только один способ легализации любых документов, происходящих и проистекающих именно из сети интернет. Это электронная цифровая подпись. Обычная или ущеленная. Добро пожаловать. Если гражданин получил ЦПшку эту, зарегистрировался надлежащим образом в системе Тензор, например, либо СБИС, он может обращаться с любыми заявлениями в любые государственные органы, вместо своей подписи прикладывая соответствующие сканы кодов с флешки. Ну и это будет считаться собственноручной подписью, аналогом такой подписью. Но это очень редко используется. Обычно у нас электронные цифровые подписи используются исключительно в электронном банкинге, в каких-то торгах государственных, муниципальных. Но вот в частной переписке граждан, ну это практически нереально и не используемо. Даже касательно выборов. Даже касательно выборов. Тем более, что уставы многих партий не предусматривают подобного рода способы подачи заявлений. Как только уставы изменятся, и, например, там будет указано о том, что... Покинуть партию можно путем телефонного звонка, смс-ки. Бесплатный или платный, без разницы, на короткий номер. Смешно. Либо отправление какого-то электронного письма. Ну, значит, это нормально. Но до тех пор, пока в уставе партии такого не предусмотрено, значит, это нелегально. Понятно. Ну, будем надеяться, что к следующим выборам все-таки кандидаты наши учтут все необходимые моменты. На ошибках учатся. Как минимум заранее. Еще одна тема, которую хотел с вами обсудить. Точнее, даже две, если успеем. Первое обращение общественника Виталия Брама к гендиректору компании «Вятич» Илье Курагину. Ну, вы видели, наверное, обращение не первое. Касается нарисованных пивных пробок на фасадах домов, в том числе в центре Кирова. На пробках написано «Блюхера 63». Это адрес бара «Пивная». Ну, вот Виталий Брам говорит, что в личном разговоре с ним Илья Курагин сказал, что не имеет отношения к появлению этих пробок. Да, но общественники, я так понимаю, что требуют или просят каким-то образом привести фасады в порядок. Вот такая вот коллизия. То есть недоказуемо, конечно, что это лично Илья Курагин попросил кого-то рисовать на фасадах домов пивные пробки с адресом «Блюхера 63», но в некотором смысле бросает какую-то тень на предприятие. Борьба с граффити есть задача собственника недвижимости. А, то есть вот того дома, на котором нарисовано. Слушайте, я реально сам сталкиваюсь с подобного рода пакостями. У меня в офисе есть специальные средства антиграффити. Когда где-то что-то у меня там вблизи меня кто-то нарисовал, написал, ну, прихожу так же раньше, вечером выхожу, стираю, удаляю. Хотя, конечно, чертыхаюсь, где-то камеру пытались ставить, но там видно, что это подросток. Ну, вот он так самовыражается. Что сейчас делать? Нет, ну подождите, граффити-граффити рознь. Здесь-то все-таки вот конкретные адресы упомянуты конкретного предприятия. Ну и что, умысел не доказан. Не доказан. Как только будет установлено, например, о том, что лично Илья Курагин, либо открытое акционерное общество «Вятич» заказало подобного рода компанию, которая сводится к порче чужой недвижимости. Но я думаю, что это может стать поводом к возбуждению уголовного дела. Либо, во всяком случае, уж точно дополнительных каких-то очков к популярности предприятий не добавят. С «Вятским квасом» это не сравнить. Это просто мелкие пакости, которые не красят никого. Но, тем не менее, пока не доказано обратное, человек считается невиновным. Соответственно, здесь мы можем предполагать, но, тем не менее, доказать это невозможно до тех пор, пока этот граффитчик не пойман за руку. А по-человечески? По-человечески предприятие должно быть заинтересовано в том, чтобы очистить свою репутацию из стены города, домов? Я бы, на самом деле, не рекомендовал господину Курагину производить подобного рода очистки. Простите, но... А почему? А я вам объясню. Потому что тогда, тогда... Уже точно покажут пальцем и скажут, это он. Точно, что вот смотрите, вот он же признал. Ведь он же стал же удалять, значит, это точно он. Простите, на чужой роток платок не накинешь, но, тем не менее, если это действие никак не организовано, не спонсировано, не придумано маркетологами компании Вятич, они не должны за свой счет заниматься устранением подобного рода безобразия. Это неприятно, но, тем не менее, это обязанность собственника. А если собственник хочет с этим как-то бороться, добро пожаловать в видеокамеры, охранное предприятие, засады... И краска, на которую нельзя написать. Да, да, да. Ничего. Или с которой все легко стирается и отмывается. Есть шикарные средства, антиграффити называется, кстати. А, угу, понятно. Не реклама, но продается в хозяйственных магазинах, наверное, да? Яна Чеботарев, еще две минутки у нас остается. Вот все-таки тема учебного года на этой неделе, она актуальна. Я бы хотела попросить вас прокомментировать историю, которая произошла с моей подругой. Произошла она в Москве. Но я думаю, что кировские родители с этим тоже неоднократно сталкиваются. Девочки-подростки пришли в школу на линейку и два урока в понедельник с распущенными волосами. Преподавательница сказала, на мой урок с распущенными волосами не приходить. Вот так. Кто прав, кто виноват. И что делать родителям в этой ситуации? Ну, слушайте, мы же помним, но школа это бритые виски, проколотые уши, пирсинг, все что угодно. Нет, слава богу. Как распущенные волосы мешают образовательному процессу? Да никак они не мешают. Когда я учился в школе, нас тоже пытались стричь коротко, чтобы длина волос их не было и прочее. Ну, на мой взгляд, здесь, безусловно, преподаватель немножко заигрался. Я бы на месте родителей аккуратно дошел до самого преподавателя и объяснил ему или ей, что она ошибается. Если не возымеет подобного рода душеспасительные беседы никаких последствий, можно дойти до директора и вместе почитать устав. А если в уставе школы записано, что нельзя девочки ходить с распущенными волосами, волосы должны быть заплетены, прибраны, под шафочку или под косынку? Сейчас в государственном учреждении уставы точно подобного рода норм и правил содержать не могут. Они все типовые, и государство не может устанавливать подобного рода требования к внешнему виду учащихся. Там единственное ограничение это то, что он должен просто быть опрятым. А носит ли он волосы, заплетенные в одну, две, шестьдесят косичек, либо распущенные, это право любого ребенка. Нравится, так и хожу. Чистый, аккуратный, трезвый, слава богу. Пришел и учусь. То есть здесь, на мой взгляд, это безусловное нарушение прав ребенка. И родители могут предъявлять претензии как преподавателю, так и директору. И если директор не внемлет, куда дальше департамент, министерство и прочее. Ян Чеботарев против произвола в отношении школьников со стороны учителей. Хотя учителей, ну, может быть, тоже можно понять. Не все шишки на них, может быть, требуют от них такого руководства школы. Кстати, учителя могут пожаловаться? Могут, безусловно. Могут и учителя. Спасибо, Яну Евгеньевичу Чеботареву. Благодарю его за особое мнение. На этом прощаемся. До свидания. Особое мнение на 101FM